Когда мы приезжаем в какую-то страну, первое, что мы делаем, мы, конечно же, здороваемся. И в Индии приветствие произносится как намастэ. Намаз значит почитание, поклонение, ты, тебе. Есть еще один более длинный перевод. Это божественное во мне приветствует божественное в тебе и соединяется с ним. Можно трактовать также слово намаз как «не мое», то есть то, что я имею, принадлежит не мне, и я отдаю это на волю Бога. Когда произносится слово намазэ, то руки складываются определенным образом. Вот таким образом. Если мы приветствуем равного себе, то мы размещаем руки на уровне сердца, что значит «я приветствую тебя от всего сердца». Когда мы здороваемся с учителем, мы размещаем руки на уровне лба, что значит «я приветствую тебя не только от всего сердца, но еще и сдаюсь тебе своим умом». И если мы приветствуем Всевышнего, то руки размещаются вот здесь, и это означает полную сдачу Творцу. Кроме того, вот этот жест имеет и физическое значение. Когда мы соединяем руки, мы соединяем левое и правое, духовное и материальное, и становимся целостными. Этот жест способствует расширению сознания, успокоению ума, нормализации всей нервной системы и способности расслабиться как внешне телу, так и внутренне, в душе, и погрузиться глубоко-глубоко в себя. Итак, когда вы находитесь в Индии, вы можете приветствовать каждого намасте, склоняя вот так голову. И вас будут приветствовать в Индии также. Но вот что интересно, кроме приветствия, этот жест и это слово означает также и прощание. Намасте. И это слово и этот жест означает также и обращение к Богу. Намасте. Итак, когда вы в Индии, вы теперь знаете, как приветствовать и прощаться в этой стране со всеми людьми, которые вы встретите или будете прощаться на своем пути. Намасте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.